В центре стоит большой такой фонтанчик. Вот такая у нас большая гостиная. Да, тут съемки идут в 50 метрах от нашего входа находится вот такой шикарный пляж. Именно за счет этого, я думаю, цена у этих апартаментов именно такая. Ребята, за границей! Это мы, заграничники! Всем привет! Друзья, мы уезжаем из этих апартаментов. Мы все-таки решили отснять эти апартаменты, показать, как можно, в принципе, жить неплохо в 10 метрах от моря. В 10 метрах от моря. И классная набережная. Здесь набережная. Ну, 30 можно идти в одну сторону. Очень классная набережная. Но я скажу, что мы обязательно сюда приедем еще по набережной и снимем видео, правильно? Потому что набережная реально это топ. Это очень классная набережная. Она нам очень напомнила Марбелью. А когда там тоже одна набережная, которая идет там на протяжении 10 километров и более. Вот, поэтому сюда обязательно приедем. А сейчас покажем полностью этот отель. Вот. Ну, покажем наши апартаменты и расскажем, что да как. Плюсы и минусы. И назовем сумму, которую мы потратили. Заходим, друзья, в наши апартаменты. Первая комната сразу слева. Здесь две односпальных кровати и вид. На магазинчике достаточно тихо здесь. Хорошо, там люди ходят. Но вечером закрывается магазин и здесь становится достаточно тихо. Здесь, кстати, столчик. Такой столик. Типа компьютерный. Маленький. Вот. Сюда заходим, смотрим, что у нас здесь. Здесь туалет и раковина. Здесь большая гостиная с телевизором маленьким. Много, достаточно, света. Если открыть вот эти шторы. Здесь плита, кофемашина, чайник. Все есть, посуда есть. Здесь микроволновка, посудомоечная машина. А, здесь холодильник. Здесь холодильник. Да, посудомоечной машинки здесь нету. Здесь холодильник есть. Здесь такой вид. Выходишь и прямо во двор. Здесь очень большие балконы. Можно лежать и загорать на солнышке. В центре стоит большой такой фонтанчик. И открывается вид. Вот такой. Но здесь еще не все. Тут помимо одной спальни, есть еще спальня. И она на втором этаже. И мы идем сейчас ее смотреть. Это еще один балкончик маленький. Правда, дверь открывается тоже. Можно выйти. Сейчас закрыто. Вот, с другой стороны. Так, и здесь еще одна спальня. Здесь шкаф с вещами. Да, одежду можно повесить. Кстати, даже сейф есть. Дополнительное одеялко, если будет прохладно. Хотя здесь было супер хорошо. Конец января, но все было супер тепло и комфортно. Здесь еще небольшая лоджия такая. И отсюда вид еще красивее. Доренькие. Мы сейчас на самом высоком этаже, на третьем этаже. Так, ну да, здесь также две кровати. Небольшой столик. Еще одна вот небольшая ванная комната. Душевая. Раковина. Вот. Это двухуровневые апартаменты с двумя спальнями. Кстати, везде оснащен таким кондиционером. Не знаю, что за фирма такая, но мы им не пользовались. Они здесь не нужны. В конце января очень приятная температура. И в принципе использовать не стоит. Так, а теперь пойдем посмотрим еще одни апартаменты, которые уже с одной спальней. Они у нас находятся ровно здесь, напротив. Это сто восьмой номер. Вот такая прихожая небольшая. С какими-то шкафчиками. Кухня и зал. А здесь у нас вот раковина. Тут душевая кабина. И две односпальных кровати. Здесь совсем небольшая спальня. Такая она простенькая. Вот, кстати, ужасно напрягал у нас вот этот кондиционер. Он мигает ночью. Это постоянно будил нас. В общем, очень ярко мигал. Не знаю, какая-то проблема, там была ошибка. Но здесь тоже столик. Небольшой телефончик. Вот. Ну все, то есть совсем небольшая территория. Здесь заходим. Еще одна. Вот такая у нас большая гостиная. Да, тут съемки идут. Девочки снимают. Мы уже все, сейчас уже вот-вот выезжаем. Вот, решили все-таки под конец сделать обзор. Здесь тоже самое у нас холодильник. Ну все, все то же самое, что и в той квартире было. Да, сейчас на балкон выйдем. Микроволновка, плита. Здесь диванчик такой хороший. Ну места много, да? Место хорошо. И вот самый прикол. Самое приятное. Это вот такой огромный балкон. Балкон реально большой. Здесь можно посидеть, покушать. И три лежака. Но выход прямо на проезжую часть. То есть она прямо на улицу такую очень активную. Здесь прямо движуха идет. А район прямо у нас Лос-Америкас. Это самый популярный район на Танерифе. Да, Мечка? Тебе здесь понравилось? Не. Не? Не понравилось, Мечка говорит. Ну ладно, сейчас поедем дальше. Следующее место. Сейчас еще на улицу выйдем, покажем, что у нас там есть на улице. Мы уже вынесли свои вещи. Вот. Здесь такой коридорчик прикольный. А вообще постройка очень интересного архитектурного стиля. Она в виде шайбы, что ли. Посередине такой прикольный фонтан. И можно вот так полностью пройти эти апартаменты по второму этажу, наслаждаясь видом. Тут соседний отель. С своим бассейном. Погода супер приятная. Сейчас где-то в районе 22 градусов. Очень комфортно. Очень приятно находиться. Интересно, что все эти апартаменты находятся на втором этаже. А на первом этаже торговый центр. И там сдаются помещения под аренду магазинчиков. Вот. Там много магазинчиков находится. И вот в чем главный плюс этих апартаментов – это местонахождение. Интересно, там люди на горе высоко хайкают. А гора так вообще не как будто спилена. Просто она идеальная ровная поверхность. И издалека видно как будто прямоугольной формы такой интересной. В общем, однозначно плюс этого места, особенно для тех, кто любит полежать на пляже – это, конечно, место расположения. Именно за счет этого, я думаю, цена у этих апартаментов именно такая. Потому что если бы эти апартаменты находились чуть дальше от моря, ну, скорее всего, это было бы намного дешевле. Это один из самых тусовочных районов Лос-Америкас. Здесь очень много всяких ресторанов, кафе, магазинов. Постоянные тусовки здесь ночью пройти. Мы обязательно одно видео снимем. Прогуляемся по этой набережной. Она огромная. Она очень идет в длину. Там много-много километров. Вот. Мы прогуляемся. Обязательно покажем, как здесь устроено все. Но в сумме вот такой небольшой отельчик с апартаментами на втором этаже. Сейчас еще покажем немножко. Менечко здесь, да, у нас занимается. Чем-то взяла вот бамбуковые палочки и что-то изучает. Здесь выходим и смотрим. Тоже много апартаментов. Часть выходит на ту сторону, часть выходит на ту сторону. Здесь можно подняться на лифте или спуститься пешочком. Причем, чтобы войти в этот отель, необходимо обязательно карточка. Да, друзья, почему мы именно решили арендовать апартаменты эти, а не отели. В отелях вообще здесь не предусмотрена кухня. Я не нашел ни одного отеля, где была бы кухня. А мы привыкли готовить еду сами. И больше, ну, завтраки здесь не совсем устраиваются. Вот. Потому что здесь очень много продуктов, магазинов хороших, классных. Тут можно купить продукты и сами приготовить. Вот. И именно поэтому мы решили остановиться в этих апартаментах. То, что очень близко до моря. И большой пункт – это полноценная кухня своя. Вот. И поэтому мы и рентанули эти апартаменты. Очень тормозной лифт, на самом деле. Он постоянно закрывается, как датчик не срабатывает. Мы можем здесь поехать на лифте. Он достаточно маленький. Но, в принципе, там что-то можно отвезти. Моданы. Можно отвезти. Но я пойду пешком вниз. Здесь мы находимся на втором этаже. В принципе, на первый этаж легко спуститься. А тут проход запрет по идее. Это был бы выход на парковку. Он перекрыт. И это очень неудобно. Это огромный минус этого отеля. То, что здесь парковка осуществляется. Вход на парковку сходит вот отсюда. И это очень неудобно. Потому что приходится вещи потом вручную спускать к машине. И это прям большой фейл. Но как выглядят эти апартаменты внешне? На первом этаже, как я говорю, уже много магазинчиков. Мы здесь уже, девочки уже ждут. Мы сейчас сюда выгружаемся. Вызываем такси, уезжаем. А что же здесь есть классное? Ресторанчиков очень много. Разные кухни. Итальянские. В общем, любого вида ресторана. Всякие активити. И это все прям буквально в двух минутах от нашего отеля. Здесь у отеля есть собственный такой небольшой бассейн. Здесь снова много разных магазинчиков. И самое главное, это, конечно, пляж. Буквально в 50 метрах от нашего входа, выхода из отеля или входа из отеля, находится вот такой шикарный пляж, песочный. Шикарный пляж, шикарное место для релакса, для отдыха. Тут очень много европейцев. Как нам объяснили, это место как Турция для России. Также здесь Тенерифе для британцев. Тут очень много британцев и ирландцев. А это наш как раз называется Виста Сур. Вот название этого отеля, апартаментов Виста Сур. Здесь, то есть на первом этаже шиппинг-центр, на втором этаже апартаменты. Вот такое сказочное место, прекрасное, с прекрасным солнечным пляжем. Мы долго пытались найти, где же вход в отель, как же здесь зарегистрироваться. И в итоге нашли. Он прямо находится в центре этого торгового центра. Наши апартаменты были с этой стороны, мы поднимались там. А вот находится сам, где ресепшн. Найти было сложно, реально. Я думал, что здесь просто хозяева сдают. Квартиру ждали хозяева, оказалось здесь вот собственный ресепшн. И все. Я еще пойду сдаю номера. И мы едем на виллу. У нас наконец-то получилось рентануть виллу. И мы сейчас поедем туда. Так, что по цене вообще? Сколько стоили эти апартаменты? Вот двухуровневые апартаменты, двухэтажные. Они примерно обходились где-то в районе 180 долларов. Где-то так. Ну, 180-200 долларов за ночь. Это, в принципе, нормальная цена, с учетом того, что очень близко море. То есть буквально в 10 метрах от нас. Ну, там, не знаю, в 50 метрах от нас уже пляж. То есть все шикарно, все на первой линии. Не нужна никакая машина, ничего не надо. Супер классно, супер комфортно, очень удобно. Одно спальный апартамент где-то в районе 150 долларов стоили. В принципе, я думаю, для людей, которые хотят именно много моря, да, это, наверное, хороший вариант. Но из минусов однозначно, какие минусы были? Это, конечно же, вот очень мигал кондиционер, который нас бесил просто. Ну, с ним засыпать было тяжело. Это первый минус. Второй минус – это Wi-Fi. Wi-Fi вообще не рабочий. То есть в комнате он не ловил. Где-то видно роутер стоит, как он там добивает, не знаю. Но у нас в комнате он абсолютно не ловил. Приходилось пользоваться мобильной сетью. Благо здесь очень классные сим-карты от Vodafone. Просто там очень много мегабайт, там 20-25 гигабайт стоит что-то в районе 10 евро. Это очень выгодно. Вот. Но мы про это потом отдельное видео снимем, что какие тут магазины, какие тут сим-карты. То есть интернет здесь, Wi-Fi в этом отеле, ну, реально плохой. С учетом того, что он просто не добивает до спальни. Возможно, в других номерах лучшая ситуация с этим делом. Третий минус – это парковка. Парковка здесь подземная, она платная. 6 евро за все наше пребывание мы 2 дня. Но, скорее всего, тут не знаю, как они считают. Либо мне сейчас придется еще раз заплатить 6 евро. Ну, в среднем я сейчас вот это выясню, как раз когда будем сдавать апартаменты. Они объяснят мне, то есть 6 евро за сутки или 6 евро за все время пребывания. Вот. Но паркинг здесь подземный. И минус из того, что оттуда очень тяжело довести вещи до апартаментов. То есть нужно обязательно подниматься по лестнице. И это тяжело реально. То есть вот постоянно так таскать туда сумки – это очень, ну, очень напряжно. Но в сумме так апартаменты, они достаточно простые. Они такие, ну, темноватые, я считаю, света там мало. И такие супер несовременные. Они супер такие старенькие. Но в сумме, я думаю, по деньгам, с учетом цена-качество, я думаю, это хороший вариант. С учетом того, что мы здесь видим, какие здесь другие варианты и сколько они стоят – это, наверное, хороший вариант. А мы сейчас выдвигаемся на нашу виллу, которая получилась у нас рентануть. И все уже расскажем. Там новое видео будет, как у нас получилось рентануть виллу, сколько мы ее искали. Эти апартаменты мы арендовали через Booking. Визитная карточка. Вот такой красивый цветочек розовый. И вот они называются. Это Vista Sur. Трехзвездочные апартаменты. Мне сказали, что цена на одну машину 7 евро. Поэтому никаких проблем нет. Я уже оплатил за 2 дня. 7 евро на 2 дня. Я уже все оплатил, так что проблем нет. Мы сейчас просто выезжаем. Тут интересно еще, кстати, все парковки подземные сделаны. Ты карточку оплачиваешь, и они как-то номера машины считывают. И уже тебе не надо там ничего прикладывать. Ты просто проезжаешь, и тебе открывают дверь. Заказываем такси и погнали в нашу виллу мечты. На Тенерифе. Прямо. В скольких метрах от пляжа, дочь, вилла у нас? В 5 метрах от пляжа. Не, на самом деле где-то, наверное, метров 50 от пляжа. Ну, так же, как здесь примерно, да. Поедем, сейчас все покажем и расскажем, да. Ну что, друзья, ставим лайки. Что еще делаем? Подписываемся обязательно на канал. Смотрим дальнейшие наши выпуски. Путешествия по Тенерифе у нас еще на этом не заканчиваются. Мы еще здесь будем почти 2 месяца. Представляете? Два месяца в раю. В испанском раю. Всем пока-пока. Да, пока-пока не навсегда.